На очередном планерном совещании заместитель начальника отдела МВД по городокурорту Анапа Андрей Раб доложил о состоянии криминогенной обстановки за прошлую неделю. Так, на территории курорта было зарегистрировано 136 происшествий, что на 20% меньше аналогичного периода прошлого года. Количество тяжких преступлений сократилось на 49%, краж личного имущества на 12%. Продолжается работа по пресечению деятельности подпольных игровых клубов. Заместители главы Анапы поставили перед подведомственными службами и управлениями задачи на текущую неделю. Начата подготовка к весеннеполевым работам, поэтому Михаил Баюр намерен провести ряд совещаний с руководителями сельхозпредприятий, а также обсудить вопросы развития виноградовства с крестьянско-фермерскими хозяйствами. Под новые виноградники в этом году выделяется 129 гектаров земли. Людмила Гузенко доложила о проведении Дней здоровья. За четыре оздоровительных дня, проводимых в разных сельских округах, было обследовано 3120 анапчан. У 425 человек заболевания были выявлены впервые. Также начинается работа по диспансеризации школьников. Обследования они пройдут в центре медпрофилактики, а в отдаленные сельские пункты будут направлены бригады врачей. Ведется контроль учреждений курорта по доступности для инвалидов. Обязательно установка пантусов или специального звонка. Звонок должен быть обязательно, это не требует миллионных вложений. Инвалид должен иметь возможность подъехать в любое учреждение. Звонок должен быть. И табличка, что это звонок для инвалидов. Замглавы Светлана Яровая на этой неделе вместе со службами проверят эффективность использования муниципального имущества. Работа в этом направлении может пополнить местный бюджет за счет арендной платы. Также в планах провести совещание с руководителями садово-огороднических товарищей. Вопросы касаются значительной части населения Анапы, оформления земельно-правовой документации до включения в границы населения фонда. 7 числа я дам возможность высказаться и свои предложения озвучить каждому руководителю садово-огороднических товарищей. И мы тут же примем механизмы и пути решения, определив ответственность и даты исполнения. Замглавы Татьяна Завезион дала указание убрать с пляжей несанкционированные конструкции. Руководитель города Сергей Сергеев отметил, что в этом направлении надо работать более активно и новыми методами. Пишем собственнику, предполагаем предложение, письмо, предупредим. После этого обращаемся в суд за возмещением расходов на демонтаж. Вот о чем. Вот это цивилизованное решение вопроса. Алексей Харитонов доложил, что работы по установке системы оповещения в сельских округах продолжаются. А управление ЖКХ должно продолжить работы по укладке тротуарной плитки и освещению улиц. В ближайшее время начнется отсыпка щебнем сельских дорог, на улицах, которые главы округов определили вместе с жителями. Вторая часть планерки была посвящена организации пассажирских перевозок. Какие работы в этом направлении ведутся, рассказал начальник отдела по промышленности транспорта и связи Юрий Кудрявцев. Для улучшения транспортных услуг в план работы на этот год включено строительство остановок в селах Супсех, Соко, Джигинка, Варваровка. По поручению Сергея Сергеева, данным на сходе граждан в Супсехском округе, администрации города-курорта направлено письмо в краевое управление автодорог. О рассмотрении возможности обустройства двух остановочных павильонов на улице Центральной, села Варваровка. Сейчас разрабатывается эскиз-макет расписания движения автобусов для последующего размещения на остановочных пунктах. Остановочные комплексы должны быть оформлены в едином стиле. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.